Борцы вольного стиля определили победителей первенства Чувашии сразу в двух возрастных группах. Юниоры и юниорки, юноши и девушки. Награды разыгрывались в 37 категориях. Вместе с почетными гостями за борцовским спектаклем на коврах 5-й школы Олимпийского резерва наблюдал и наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. У него точно вся жизнь в борьбе. Серебряный призер чемпионата Европы. Мастер спорта международного класса Иван Григорьев на сегодня самый титулованный борец вольного стиля Чувашии. Так что его рекомендации оказались кстати. Я наблюдаю за весовой категорией 52 килограмм среди юношей. Потому что я свои такие значимые результаты по юношам. Именно 52 килограмма. И первый мустав был в 1972 год города Учебоксар на всероссийские соревнования на призы нашего космонавта Андреяна Григорьевна Николаева. В соревновании юношей в категории до 52 килограммов было заявлено 22 атлета. И для того, чтобы добраться до финала претендентам, было необходимо провести 4 встречи. С этой задачей лучше всех справились. Представитель Батырева Кирилл Родионов, спортсмен в красном трекуле и воспитанник Канажской школы борьбы Кирилл Батьков. Согласно регламенту, борцы в возрасте до 16 лет на ковре проводят два периода по две минуты. Однако семикласснику, кадету янглической школы, хватило одного периода, чтобы разобраться со своим соперником. Победа по техническому превосходству и золото первенство Чуваше дает право участия в региональных соревнованиях. Хочу пойти выше, хочу быть олимпийским чемпионом. А кто помогает? Примеры есть в Канаше? Кто такие крутые борцы? Сергеев Еремей, Иван Григорьев. На них равняюсь. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!